Всем Литва на связи! Фракция МЧС, именно с этой фракции зарождалась моя осознанная игра в САМП, поэтому я не мог обойти ее стороной и на Лайф Раше. Скорее всего, мне не стать топ-1 сотрудником, но если есть цель, все возможно. Каждая полезная действия добавляет плюс одно очко. Дружочек, ты че там делаешь? Добрый вечер. Закладок тут нет. Онит, снюсает. Кажется, это кладмен, делает вид, что беспалевный. Так, вот этот интерн он ранее писал в рацию, чтобы его уволили по собственному желанию. Давайте выясним, почему он хочет уволиться. Пойдем в мой кабинет. Итак, рассказывай, почему хочешь уволиться? Первое. Меня здесь не кормят. Хм, ой, у меня маленькое ЗП. Второе. Я хочу работать автобусником. Там 12к платят. Ого, заявочка. Но ты ведь учился на доктора. Да. Неужели все из-за денег? Я не могу ничего тут делать, я первый ранг. Алекс, давай я научу тебя зарабатывать. Как? Пойдем покажу. Хоть он и жесткий МГшер, но я не являюсь лидером данной фракции, а в данный момент пытаюсь направить игрока на путь истинный. Садись ко мне в вертолет. Из-за того, что он первый ранг, он не видит смысла игры в данной организации, я заметил, что большинству не важно, что делать и где играть. Главное, чтобы платили побольше денег. Во фракциях платят не так много, как на обычных работах, поэтому они иливают. Сейчас я покажу, как можно зарабатывать в МЧС. Я принял вызов от диспетчера и перед этим взял адреналин на пикапе метаинвентаря. Теперь на вертолете добираемся до места происшествия, аккуратно садим вертолет, видим здесь пострадавшего, проходим мини-игру. Вы успешно спасли человека и получили премию. 3000 рублей мы получили буквально вот за минуту. Отдую эту денежку Алексу Деду. Мы спасли его. Все благодаря тебе. О! Понял, как надо? В общем, не удалось мне его научить играть в этой фракции. Все, что теперь его интересовало, это колесо удачи, которое находится в казино. Он понятия не имел, где оно находится, поэтому я его туда привез. Показал ему, где его можно покрутить. Судя по всему, он здесь впервые и не знает, что вообще происходит. В общем, на этом мы с ним теряемся. А я решил попытать удачу в игре LifeRush BlackCash. У меня не так много фишек, всего 430. Будем играть осторожно. Хм, серия побед у нас здесь за BlackCash. Интуиция мне подсказывает, что сейчас будет переломный момент для LifeRush. Поэтому половину фишек заряжаю на LifeRush. Я проиграл битву, но не войну. Поэтому All-in на LifeRush. 5 и 6. 400 фишек в карман. Уверен, оставлю все на LR. TUS и 2. Легчайше. В этой игре TUS является наименьшей карты. Итак, уже 700 фишек имеем. Еще раз All-in. 1370 фишек. Ну что ж, продолжаем работу МЧСника. Ко мне попросился в помощь админ Литва Ви. Кто его принял во фракцию с таким ником, не знаю. Сейчас это меня не особо волнует. Я помогу. Аптечку взял? Нет. Адреналин? Нет. Так какого фига сел сюда? Жди. Что-то я заждался. Он, скорее всего, не вернется. Поэтому я поехал на вызов сам. Вот это нихуя себе! Это что за фокусы? Ты кто такой, киндаренок? Ты че разорался, дружи? Малюсик, ты живой? Прям на ногу наехали. Сори. Ты мне чуть машину не сломал. Алло, давай деньги на ремонт. Ремонтируй меня. Посмотрел я свой инвентарь. Аптечка вроде есть. У меня нет аптечки. Короче, пока он на втыкичах стоял, уработал молодого. Спаси меня. Только сажусь в машину, а здесь уже Александр Литвин решил показать свой скилл. Вот этот перекресток в Арзамасе, он всегда полон приключений. Некое поле боя. Вечно тут стреляют, тачки взрывают. Гони, там челы. Да я вижу, Мурат, стартуй. Он сам находится в ФСБ, а у него ни броника, ни оружие. Был бы у меня ган, я бы показал уже путь ДЦБ. Стоять. И пошла смертельная на конвульсиях. По традиции ноль написали. Недоволен я подобным наказанием. Давайте его поднимем адреналином. Вставай на второй раунд. Куда побежал? Опасный. Второй раз под подошвой. Смеется. Стою спокойно с Нуржаном. Наги цехаваем. Подлетает на мопеде Эрик Дос. Собес, да? Я сходу понимаю, что нет. Собес закончился. Больница без Собес. ПЖ. Я не могу. Меня уволят. Хотя... Погнали в мой кабинет. Давайте опрашивать человека. Такс. Сколько лет в области? Игнорит он меня. Как лечить ренит? Это когда сопельки текут. Он вместо ответа на вопрос свои лицензии подсовывает. Ну да. Прикольно. Вы когда-нибудь попадали в ситуацию, когда надо было помочь человеку? Да. Как вы ему помогли? Я по-русски нету. В общем, тут уже лидер подбежал. Тусанбен, Тусанбен. Она его не понимала. Я... А я-то чё? Я же не лидер. Поэтому, сказала ей, принимая эстафету, Эрик Дос показал свой паспорт. Класс. Эрик Дос, парень, который просто хотел вступить в больницу без собеседования, но не знает русского и никто не может с этим ничего сделать. Потрачено. На чём же зарабатывает врач в больнице? Первое. Лечит команда Хилл. Здесь от 100 до 500 рублей. Можете любому предлагать, у кого нет ХП. И те деньги, которые вы получаете, они сразу же идут вам на карман. Второе. Выдаёт медкарту. Насчёт медкарты это тоже прикольная тема. Сразу легчайший из 5К. Третье. Это, конечно же, принимать вызовы, которые поступают от диспетчера. Поднимать пострадавших. Проведение сеансов от наркозависимости. Вот это тоже важный момент. Типа, знаете, закинулся там конфетами, чуток потупил. И уже всё зависим. Поэтому сюда приходят игроки. Уколчик им делайте. И он дальше бегает. Четвёртое. Смена пола. Да, тут есть такая функция. Всё по РП. Конечно же, есть ещё варианты. Например, каждые 5 минут у врача есть возможность брать адреналин бесплатно. А он, надеюсь, вы знаете, стоит в магазине 15 тысяч. Написали в ад, продам конфеты или средства от похудения. Ждёте сообщения в смс. Встречаете Кентика. Предлагаете за 10к адреналин. И всё. Вот вам и денюжка. Эээ, куда побежало деньги? Вот такое получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Играю на LifeRush. Войдите мой промокод Литва. Он даст бонус как вам, так и мне. А на этом всё. Всем спасибо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok